10 часов 30 минут. На московский вокзал прибывает поезд. Двери открываются и на перроне появляется главный символ Олимпийских игр. Он теплится в лампаде. В сопровождении хранителей огня лампада перекочевывает на площадь революции, где под бурные аплодисменты зрителей от нее зажигают первый в Нижнем Новгороде факел Олимпийского огня. Мы сегодня встречаем огонь, который прошел действительно по всей России, 103 города прошел. Он был на дне Байкала, он был в космосе и объединил всю российскую нацию. Мы тоже сегодня, как единая команда, и нижегородцы, как члены этой большой команды, сегодня участвуют в этом значимом мероприятии. Первым факелоносцем стал олимпийский чемпион по хоккею Александр Скворцов. Он начал эстафету по Нижнему Новгороду. Эстафету длиной в два дня. В нашем городе она станет рекордной среди городов-миллионников. Ее протяженность составит 84 километра, а количество факелоносцем 420 человек. И это неспроста. Великий Петр Первый 300 лет тому назад подписал указ. В Нижегородской губернии быть особо. И вот каждое поколение пытается что-то особое внести. Тем временем на стадионе труд в Сорумовском районе «Аншлаг» зрители, затаив дыхание, ждут прибытия на спортивный объект Олимпийского огня. Вот на горизонте появляется Полина Губина. На труде ее уже ждет мастер спорта по конькобежному спорту Юрий Круглов. И вот она, передача эстафеты Олимпийского огня. Юрий Круглов совершает круг почета по стадиону с факелом в руках. На стадионе праздник продолжался, а Олимпийский огонь снова был заточен в лампаду. Но ненадолго. Вскоре от него зажгут очередной факел, и он отправится в дальнейшее путешествие по Нижнему Новгороду. На площади Киселева в Автозаводском районе сотни людей ждут прибытия Олимпийского огня. Вместе со всеми его ждет и последний факелоносец первого дня Нижегородского этапа эстафеты Наталья Садова. Еще минута и легенда Нижегородской области, многократный участник и призер Олимпийских игр, с факелом в руке бежит последний метр в нижней части города. Это тяжелый труд и ответственность. Главное добежать, второе донести и третье, чтобы заразить этим чувством всех остальных. А пока огонь был на подходе к Автозаводскому району, нижегородцы и гости города могли прикоснуться к факелу Олимпиады 2014 и сделать снимок на память об этом событии. А это факел Олимпийских игр 80-го года. Можно было сфотографироваться и с ним. Ожидания людей были не напрасны. Наталье Садовой удалось принести на автозаводскую землю вместе с факелом и олимпийское настроение. Скажите, как вам праздник? Отлично! Дай бог нашество выиграло. Я просто не представляю столько эмоций, я просто сейчас ничего сказать не могу. Этот огонь, который проносили во многих местах, это просто чувство вот это, это просто непередаваемо. Атмосфера эта просто классно. На сцене у ДК ГАЗ огонь был помещен в Лопаду, где ему предстояло переждать ночь, после чего снова отправиться в путешествие по Нижнему Новгороду, только уже по верхней части. Утром 8 января на улице Рождественской собрались фанаты хоккейного клуба Торпедо. Ведь именно здесь их кумиры понесут факел Олимпийского огня. Его торпедовцы несут огонь. Эстафету подхватывает Владимир Челомин, министр строительства Нижегородской области. Пробежав свои 200 метров, он передает огонь дальше. По его словам, нести символ Олимпиады – большая честь. Специальной подготовки какой-то здесь не требуется, поскольку пробежать 200 метров с факелом весом 2 килограмма, конечно, на это больших усилий не надо. Потому что тренировки должны быть ежедневные, ежечасные. Надо всегда поддерживать свою физическую форму. Это самое главное. Волга – самая большая река в Европе. И эстафета Олимпийского огня в России тоже вошла в книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная. Вот они и встретились. Огонь и вода, лед и пламень. Факел в руке у Александра Табачникова, заместителя-председателя законодательного собрания. И вместе с ним он совершает круг почета по реке на судне на воздушной подушке. На суше его ждет команда факелоносцев. Александр Табачников возвращается из круиза по Волге, и Олимпийский огонь следует дальше по Нижнему Новгороду. В 17 часов Олимпийский огонь прибыл на центральной улице Нижнего Новгорода. Ольга Носкова, министр социальной политики Нижегородской области, уже ждет его на улице Горького. И вот факел в ее руке зажжен, и эстафета продолжается. Темп движения, как и сам огонь, не угасает. Кстати, сама Ольга Носкова на Олимпийских играх особое внимание уделит бабслею. А потому что там очень мужественные люди в этом спорте, и я люблю скорость. А там скорость одна из самых больших, и мне кажется, что это очень ярко. На Большой Покровской, в своей очереди, нести факел ждет олимпийский чемпион 2000 года Дмитрий Сватковский. Для нас это большая честь. Мне кажется, что Сочи это будет прорыв патриотизма для нашей страны. И проведение Олимпийских игр войдет, наверное, в десятилетие, как лучшие моменты, наверное, нашего поколения. На площади Минина в ожидании духа Олимпийских игр стоят сотни тысяч нижегородцев и гостей города. Тем временем, кортеж эстафета прибывает к подножию Чикаловской лестницы. И факел огня несут вверх по ступеням Нижегородского Олимпа. Там его подхватывает последний факелоносец, двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Елена Посевина. Если честно, так вроде бы нормально, когда держишь его продолжительное количество времени, то удар кипает немного. Но это очень приятная миссия. Подобно Прометею, Елена Посевина приносит олимпийский огонь на площадь Минина, где от ее факела загорается городская чаша огня. Это наша городская олимпийская чаша, и она останется у нас. Огонь будет погасен сегодня, после этого концерта, а чаша будет в нашем музее. Радости нижегородцев, которые стали причастны к историческому событию, нет предела. Мы огонь все ждали очень, провожаем его в Сочи. Пусть он победу принесет. Нижний Новгород вперед! Насмотрелись, наплясались, наигрались. Так все хорошо. Очень. Мы на площади Советской встречали, и здесь тоже очень нравится. Спасибо вам всем. В Нижнем Новгороде эстафета олимпийского огня стала рекордной и по протяженности маршрута, и по количеству факелоносцев. Президент Оргкомитета Олимпийских игр в Сочи Дмитрий Чернышенко лично позвонил главе региона с благодарностью. В свою очередь, организаторы праздника в Нижнем Новгороде поблагодарили жителей. Поблагодарил всех нижегородцев за активное участие в этом широкомасштабном и уникальном совершенно мероприятии. Такого, такой эстафеты не было еще в истории зимних Олимпийских игр в мире. Все прошло хорошо, без боев, все сработало отлично. Ну а главное, я хочу поблагодарить нижегородцев, горожан, потому что именно для них все это действие было устроено. Именно они поддержали Олимпийский огонь. Теперь эстафета Олимпийского огня продолжится в других городах. И вскоре доберется до Сочи, где 7 февраля ровно в 20 часов 14 минут стартуют 22-е зимние Олимпийские игры. А те нижегородцы, которые стали участниками великого события, могут гордиться собой и своим городом. Ведь вместе мы попали в книгу рекордов Гиннеса и в мировую историю.